активности своих соседей. Поэтому турки так активничают в Сирии. СП, минус получается, ИК помогает им ослаблять конкурентов. Именно так. Конечно, они побаиваются такого помощника. Но когда ты ввязываешься в драку, ты не всегда просчитываешь ситуацию на несколько ходов. СП, минус и все же, исламское государство это всего лишь жупел, раздутая опасность, или при определенных обстоятельствах она может стать реальной. Для Турции ИК точно представляет реальную опасность. Поскольку эта страна, населенная в подавляющем большинстве мусульманами. Если внутри нее возникнут аналогичные радикальные точения, то нынешний режим может быть свергнут. Тогда проблемы уже начнутся у России. Турецкая армия самая крупная по численности в регионе. Если часть подразделений перейдет на сторону противника, как это было в Ираке, когда в Мусуль и на сторону ИК переходили целыми дивизиями, то никому мало не покажется. Плюс Анкара контролирует Черноморские проливы. СП, минуса от Турции до российского Крыма рукой подать. Это, конечно, преувеличенная опасность. После возвращения полуострова в Россию, у нас достаточно быстро решается вопрос о переоснащении и модернизации Черноморского флота. Едва ли кто-то сможет лихим наскоком пойти на Крым спасать единоверцев от диктатуры Москвы. Хотя уже сейчас турецкие политики разного ранга делают заявление о том, что они не согласны с российской линией в отношении крымских татар. Если к власти в Турции придут радикалы, одержимые идеей создания халифата, это будет серьезный вызов для России. Мы никак не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке. У нас хорошее отношение с официальной властью в Дамаске, есть перспектива восстановить контакты с нынешней властью в Ираке. Хотя она считается проамериканской, у нас есть общие экономические планы, в частности, по закупке вооружений. При этом США, конечно же, вынашивают планы о том, чтобы помимо Украины подбросить нам проблему, связанную с потерей влияния в Ближневосточном регионе. Решением Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 года Исламское государство признано террористической международной организацией. Деятельность ИК в России запрещена. Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года Аль-Каида была признана террористической организацией. Ее деятельность на территории России запрещена. Фото EPA ТАСС Читайте последние новости и материалы свободной прессы в социальных сетях. Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google Plus Живой журнал и Мир Тесен